Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы поговорим, как влияет сыроедение на женский организм и как нужно переходить, с чего начинать. Во многих видео я уже говорил, переход на сыроедение, но, к сожалению, в одном видео невозможно все охватить. Понятно, что я буду периодически делать различные видео, подходить с разных сторон, носить разные точки зрения, потому что сегодня в нашем обществе есть различные точки зрения, что сыроедение отличует не панацея от всего. Другие люди же говорят, нет сыроедения, оно разрушает организм. И мы вот с вами как раз будем каждый раз, в каждой лекции беседовать на разные темы, с разных сторон будем заходить, почему один может, почему другой не может, что меняется в организме и так далее, почему какие-то симптомы возникают. Итак, сегодня я немножко расширю свою тему, но постараюсь вложиться в одно видео. И как же влияет на женский организм сыроедение? Сыроедение однозначно влияет на женский цикл. У женщин сыроедов не бывает критических дней, или же они очень редки. И многие сыроеды, женщины утверждают, что отсутствие месячных это нормально, а вот их наличие, вот это вот ненормально. Также многие люди имеют выделение через слизистые оболочки. Выделяется слизь, мокрота. И это мы видим и считаем нормальным явлением. Кашель и отхаркование это процесс очищения оболочек горла от нечистот, которые срочно должны быть выделены из организма. Например, катар, такое заболевание, астма. Просто усиливают этот процесс. Когда есть эти выделения, значит, что организм еще в состоянии что-то выделять из своего организма. При переходе на... А что он выделяет? Он выделяет как раз вот шлаки и токсины. И это хорошо, что организм выделяет. Он может справляться с этим. Значит, правильно, что у вас организм работает. Многие люди, они не понимают, что такое аллергия, вот эти выделения, понос иногда случается, прыщи вылезают. Как раз это и есть, что ваш организм реагирует на загрязнение. Это очень хорошо, что он это выделяет. И у меня периодически возникают прыщи. И даже иногда бывает понос, но очень редко. И слизь иногда я могу отхаркиваться, пару раз в день бывают, и такие дни, и сопли бывают. Это нормально. То есть я не могу есть какие-то фрукты, овощи, которые с неба мне доставили инопланетяне, или Господь Бог, как угодно называйте, кто во что верит. Поэтому это не показатель. Это нужно разбираться в этих механизмах, почему это происходит. И мы будем с вами общаться, все разделять, подробненько разговаривать на эти темы. Например, приведу пример. Допустим, да, у меня даже бывали такие чистки, когда я сидел в туалете по 8 месяцев. И чувствовал себя, конечно, я не очень хорошо. Но я видел, и песок у меня выходил оттуда. То есть я, если бы я работал, я бы даже не смог ходить на работу в это время. То есть это такая грандиозная чистка на средине у меня произошла. И вот у женщин как раз вот эти выделения, кровянистые выделения, да, месячные, это как раз вот и есть способ выведения через матку в виде менструации ежемесячной. Почти никто не ставит под сомнение нормальность того, что это болезнь. Многие врачи, сейчас мы будем ниже говорить, что все-таки выделение, это не есть норма. А это есть определенное состояние организма, когда он начинает выводить из организма свои нечистоты. Не у всех женщин в мире есть менструация и овуляция. Может быть, не быть менструацией, но быть овуляцией. Если есть менструация, какая у них функция в этих менструациях? Всегда возникает вопрос. Если есть, то какая функция? У женщин и самых животных, которые живут в согласии с природой, менструации нет. Существует много таких работ. Она бывает, или очень редко бывает. В дикой природе у животных, когда они питаются естественной пищей, и также люди живут в гармонии с природой, питаются естественной пищей, то у них нет менструации. Или они, да, очень минимальны. Если же наших животных перевести на одомашивание, оцивилизовывание, начать кормить их домашней едой, то у них появляются как раз вот эти выделения. Также есть выделение, называется беле. Означает такие вязки, выделение белого цвета, которое выводится через влагалище и маточную полость, и вызваны воспалением, раздражением слизистых оболочек половых органов. Есть такой доктор, да, работа доктора, доктор Тильден, гигиенист, утверждает, что беле – это компенсаторное выделение, выброс шлаков через слизистые половых органы. Перегружены токсинами, органы, которые не могут, ну, перегружены токсинами органы, они не могут справляться со своей задачей, и поэтому происходит соматическое очищение. Тем больше, чем больше будет этих органов не будет справляться, тем больше будет выброс этих шлаков через матку, тем больше они будут зашлакованы. Замечено, что чем серьезнее синдромы при менструации, тем обильнее выброс шлаков. Это постоянное выведение токсинов помогает и истощает, вернее, истощает всю систему организма. Но помогает, конечно, она с одной стороны выведение токсинов, но оно истощает. Бели, как и другие катаральные явления, состояния слизистых оболочек появляются в результате питания, при котором образуется много кислоты. Такие продукты, как мясо, рыба, молочные продукты, хлеб и зерновые чрезмерно закисляют наш организм. Наш организм в идеале приспособлен только к питанию фруктами, периодически немного. Это листья трав и сама трава, дикорастущие травы. И совсем мало это семена и орехи, хотя многие сыроеды с этим не согласны. Да, я допускаю, конечно, и, возможно, и мед иногда принимать, но это не каждый день, не постоянно, а по своему самочувствию. Так же, как и семена и орехи, это не каждодневная еда. В идеале, то есть, когда организм уже ваш находится на таком питании, он адаптирован, то самое основное, это, конечно, фрукты, сладкие и несладкие. Потом уже идут немного листьев и трав дикорастущих, и уже затем идут семена и орехи в минимальном количестве. Может быть, это один процент должен быть. И мед там вообще минимум какой-то. Такое питание восстанавливает кислочно-щелочной баланс в организме. Есть еще такие исследования, что женская дегенерация и регенерация. Вернее, да, есть еще такая книга, исследования до женского организма. Называется «Женская дегенерация и регенерация». Написал доктор Клеменца. Это, наверное, итальянец какой-то. Не читал эту работу, конечно, потому что все прочитать невозможно. Это тоже по теме месячных. Также есть гинеколог Лоенталь. Он также утверждает, что менструация и овуляция это два различных процесса. Менструация это, в принципе, болезнь. И эти два процесса не всегда совпадают. И не всегда через 14 дней после овуляции начинается менструация. Известно много случаев, когда женщины рожают много детей, но при этом никогда не имели менструации. У здоровой женщины овуляция проходит без менструации. Есть работы и доктора, такие как Дунцер, Е. Дунцер и доктор Хелен Дау, которые обследовали 1500 гимнасток и пришли к выводу, что сильные нагрузки они приводят как раз к неправильному менструальному циклу. Меньшаются также менструации, и возникают определенные, конечно, нарушения, гормональные нарушения в организме, потому что все-таки у женщины немножко другая анатомия, чем у мужчины. Постоянные нагрузки на организм они вот как раз могут с одной стороны не уменьшить, могут вот эти менструации, а с другой стороны они могут их увеличить, что не лучшим способом отражается на организме. То есть такой дисбаланс происходит. При потере крови могут происходить потери йода и лицетина, основные вещества, которые вымываются из организма. Также при менструациях, если многие женщины его замечали, есть такие нервные симптомы. До и после менструации немножко по-разному организм реагирует. То есть повышение возбудимости определенных тканей и органов. Есть работа, которая связана также, что менструация они вызывают и миомы, и рак. И есть такой доктор Шройер, который описывал взаимосвязь как раз менструации с миомой, с раком. Также, чтобы многие считают, чтобы улучшить свое здоровье, нужно следить за своей сексуальной активностью. Чем больше вы едите животного белка, тем больше сексуальной активности, чем больше хочется менять сексуальных партнеров. Чем меньше вы едите животного белка, тем, конечно, либидо снижается. У многих, конечно, девушек-сыроедов нет ни овуляции, ни менструации, которая подтверждается тестами и на УЗИ также это по УЗИ подтверждается. При переходе на сыроедение возникает как раз у девушек либо через 6 месяцев, либо через год, либо в течение как раз этого года уменьшается выделение менструации, у некоторых исчезает овуляция, после какого-то периода времени овуляция появляется, а у многих менструация так и не появляется, а у некоторых менструация так и остается, то есть это все индивидуально зависит. И нет единого мнения на сегодняшний день, чтобы прямо кто-то сказал четко, сказали, ребята, вот 100% менструации это вред, если у вас же нет менструации, это нормально. Все-таки, все-таки, не так все однозначно и нельзя всех сравнять под одну гребенку. Я допускаю, что в норме могут быть небольшие выделения, но не такие обильные, как на обычном питании, чтобы вся прямо заливалась женщина. Овуляция, она также должна быть хотя тоже не с такими показателями и не с такими периодами, как именно считает традиционная медицина. Традиционная медицина, она многих вещей, к сожалению, она не знает, не понимает. То есть сегодня я вам дал некую такую информацию, именно особенность женского организма при переходе на сыроедение, чем как раз отличается женский организм от мужского. А в остальном в принципе переход он не отличается ничем для женского организма и для мужского. Но сейчас мы быстренько пробежим по таким основным вещам. Как же должен быть наиболее правильный переход? Во-первых, когда вы находитесь на всеедине, вы должны сдать анализ и посмотреть все основные микроэлементы, макроэлементы, витамины, витамин D, витамин B12, витамин C, допустим, витамины группы B основные, какие микроэлементы, там, цинк, магний, марганизм, такие самые основные, кальций и так далее. И, находясь на всеедине, старайтесь добавлять в свой рацион, больше фруктов, овощей, старайтесь больше есть рыбы, которая плавает в холодных морях, повторюсь же, больше пейте различных соков, добавляйте постепенно зеленые коктейли, и когда вы насытитесь, то есть ничего убирать пока не надо из рациона, то есть вы параллельно добавляете свежевыжатые соки, зеленые коктейли с дикорастущими травами, если нету дикорастущих трав, петрушка, укроп, сельдерей, то есть по вкусу различные добавляйте листья, листья-подорожники, сныть, крапива, свежие березовые листики, когда появляются, какая-то трава, которая растет у вас недалеко от города в лесах, очень много различных комбинаций существует, когда вы делаете зеленые коктейли, у меня там есть видео, можете посмотреть, берете блендер, фрукты сочные нарезаете, добавляете туда зелень, сначала меньше зелени, потом, когда будете привыкать, больше зелени, а если сухие фрукты без сока, добавляйте воды какой-нибудь родниковой, либо специальную воду, очищенную, в фильтрах, чтобы блендер мог это все провернуть, постепенно, потом отказывайтесь от мясной пищи, потом от молочной пищи, потом хлебобулочных каких-то изделий, постепенно убирайте, уменьшайте количество специй, соли, сахара, химическую пищу старайтесь исключить из своего рациона, все это пагубно будет отражаться на вашем здоровье, и параллельно делайте обязательно анализы различные, анализы крови, биохимический анализ, как раз на вот эти элементы, есть также анализы, когда волос берется с головы, исследуется особенно на B12, какие микроэлементы за полгода там содержались, вот в этот отрезок полугодичный, потому что анализ крови, он показывает буквально 7-минутный анализ, также нужно проводить, есть такое, как бы два способа, быстрый переход и медленный, я сегодня считаю, что все-таки лучше переходить медленно, особенно, чем вы старше, тем переходите медленнее, сначала перешли более на вегетарианский тип питания, потом на веганский, если у вас желание есть, вы живете в северных странах, то летом можно на средние перейти, зимой ближе к вегетарианскому пути находиться, чем дольше вы растянете этот период, там 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, и потом у вас уже организм перестраивается, микрофлора, естественно, в кишечнике зарождается, патогенная флора уходит, когда, кстати, кушать будете орехи, старайтесь их мыть водой, семечки, орехи, вводите водой и замачивайте их в воде на несколько часов, сухие орехи, семечки, они плохо усваиваются, многие семена, они вообще не усваиваются, как лен, кунжут, старайтесь в кофемолке перемалывать их до порошкообразного состояния, потом уже можно добавлять воду, немножко специй по вкусу, как соус, сделать соусы к салатам, старайтесь больше салатов овощных делать сначала, овощные соки пейте, фруктовые соки пейте, клетчатку обязательно нужно есть, чтобы как раз перестальтика кишечника больше работала, по поводу чисток, для меня это все сейчас предельно ясно становится с годами, если у вас нет никаких проблем, больших проблем со здоровьем, вы не испытывали никогда, нет каких-то больших хронических заболеваний, я думаю, что в принципе чистки можно даже не проводить, организм сам постепенно будет очищаться, очиститься, но если же вы, у вас есть какие-то заболевания хронические, которые угрожают вашей жизни, обязательно чистки нужно проводить, очищать кишечник, делать клизмы, чистить печень, желчную пузыль, лимфатическую систему, очищаться от паразитов, глистов, только после этого переходить на сыроедение, если же у вас организм, конечно, очень сильно зашлакован и ничего не выделяется, прыщи не вылезают, мокроты и так далее, ничего не отходило в течение жизни, у вас организм очень сильно зашлакован, есть смысл подумать над этими как раз чистками, только чистки проводите современными природными средствами, не современными средствами фармакологии, а именно просто природными средствами, которые растут в лесах, в природе существуют, есть гомеопатические аптеки, где продаются различные травы, пейте отвары из трав, они также будут переходить и помогать к переходу на сыроедение, параллельно вводите голодовки, начиная с одного дня, сначала мокрые голодовки, потом переходите на сухие голодовки, в неделю там может быть от 24 до 36 часов голодовки проводить, кто-то может легко переносить голодовки, вводите потом уже два дня голодания в день, в месяц потом можете три дня голодания вводить и так далее, то есть все по самочувствию, все по желанию, если ваш организм не противится, также исключайте химическую пищу из рациона обязательно, консервы, фастфуд, все, что не натурально, все, что придумал человек в принципе это есть нельзя, большее бывайте на природе, пейте чистую родниковую воду, замороженную воду можете пить талую воду, есть дистилляторы, также можно воспользоваться дистиллированной водой, многие сыроведы используют эту воду, больше воды пейте по несколько литров в день, при переходе на сырый день, замените все шампуни, мыла на органические, натуральные, зубные пасты также есть натуральные, без фтора, кстати, фтором нас травят, это и считается крысинный яд, один из сильнейших ядов, фторида, где содержится в зубной пасте, это отдельная тема, я сниму отдельную лекцию по поводу средств гигиены, кстати, меня просили, то есть вот эти основные средства при переходе на сыроедение, они, если, допустим, вы перешли на сыроедение, вы чувствуете, что вам тяжело, сделайте шаг назад, два шага назад, включите больше вареной еды, включите крупы, например, гречневая, кстати, каша, замачивайте зеленую гречку, кто не знает, зеленую гречку можно замачивать водой, сутки она стоит, потом, или даже 5-6 часов уже можно есть, чем холоднее, тем дольше она будет размокать в воде, потом эту воду сливаете, также можете добавить там что-нибудь туда, там зеленых листьев каких-то, там чуть специй, первое время вам будет хотеться каких-то специй, потом есть так называемые различные хренаухи, берете блендер, берете хрен, помидоры, чуть перца можно добавить туда сладкого, перемалывайте, добавляйте по вкусу, чуть-чуть соли, там острого перца, хрена, это называется так называемая хреновуха, да, можно без хрена делать, я, например, на Кипре нет хрена, я делал, добавлял имбирь туда, лук, чеснок туда, такая смесь ядреная получается, можно выпивать, такая джика ядреная, после этого можно пробежки делать, можно в спортзал идти поплавать, там, чтобы вот с фотом вот эта дрянь вся выходила, это тоже своеобразные чистки, клизмы различные можно добавлять периодически, у кого есть желание, организм не противится, вода с лимонным соком, там, вода со свекольным соком, пить вот эти, кстати, свекольные соки также очень очищают, ну, вот, вот эти, как бы, основные такие моменты, так же, если будут там поносы, там, прыщи вылезать, волосы выпадать, там, немножко могут зубы портиться, кстати, загорать обязательно надо, витамин D нужен, максимально старайтесь получать, где только можно, на отдых, когда едете, там, весной, летом, если есть, например, зимой, даже немножко можно позакаливаться, но все нужно по, не быть фанатом сыроедения, таким 100% отмороженным, я фанат сыроедения, давайте, на самом деле, это все может плохо закончиться, лучше, дольше растянуть это время, постепенно все это внедрять, прибавлять, убирать из рациона, все, что придумал человек, ну, вот это не нужно еду, все, что нужно, только природное, больше, конечно, сырого, а если варите, то варите, немного, там, по 5-7 минут, либо на пару делайте, то есть, такие, это мои основные, такие рекомендации, на сегодняшний день, заканчиваю эту лекцию, будем говорить в других лекциях, об этом более подробно, всего вам самого доброго, увидимся в других лекциях, спасибо. Спасибо.